Он спрашивает, чего я ролики мало стал снимать. Занят, ребята, видите, занят. Но уже чуть-чуть осталось. Осталось немножко, и будут новые ролики. Так, что это я взял, линзу какую-то. Что за линза? Даже в игре, ребята, видите, буржуйки топят. Тяжело живется людям. За газ не за что платить, наверное. Скоро весна, ребята. Уже чувствуется приближение. Уже вот-вот. Еще пару недель и все. Нам вчера дорогу прочистили, ребята. Ну, я тут откопался. Попробую сейчас выехать. Может, на скутере? Как вы думаете? На скутере нормально? Нет, думаю, не очень. Ничего, вроде выехал. Ну что, поехали. Ой. Так, забыл уже, как тут управлять. Так, первая скорость, да, вроде бы. Или у меня автомат. И не автомат. Резина передняя надо менять. Уже лысая, сзади новая. А тут же привод-то передний. Надо как раз было на передок хорошую резину ставить. Так, Серега лопатой убирает. Не, ну хоть прочистили вчера трактором. А то представьте. Представьте, как было бы. Все нормально? Класс. Так что, ребятки, весна скоро. Блин, впереди машина едет. Сейчас не разменемся. Все, пока выключаю. Да, ребята, разминаться было тяжело. Ну, на повороте хорошо я там немножко в сторону ушел. И он немножко в сторону. Видите, вот тут тоже разминались. Короче говоря, узкая дорога. Трактор, зараза, проехал один раз и все. Нельзя было туда и назад в две стороны расчистить. Придурки такие. Так, знак, видите? Теперь тут уступите дорогу. Так, ну вот проспект. Смотрите, как классно все расчистили. Все супер. И даже посыпали чем-то. Типа щебенкой. Вот так вот у нас, ребята. Ладно, камеру ложу. За рулем неудобно. Андрюха вот тут в школе. Вот там, видите, где-то идет. Не, не видно. Ну, короче, в школе. Владик на работе, все на работе. Я еду. Надо кусочек мяса купить. Дома жрать нечего. Короче, еду пожрать, взять что-нибудь. Поняли? Потому что вот это сколько не выезжали, никуда. А пешком так неохота, сами понимаете. На рынке тишина. О, уже и на рынке сделали ритуальные товары. Я в шоке. Уже хоронят тут, блин, прямо на ходу. Собачки. Фу, ребята, руки замерзли. Блин. Холодина. Вот наша цель путешествия, ребята. Мясо. Мясо. И деньги. Вот так тут хорошо. Тут даже асфальт, смотрите, начал сквозь снег пробиваться. Значит, чистили вроде бы все. Город ожил. Ну и скоро весна, по-любому. Вот посмотрите. Будет ранняя весна. Ну, правда, в марте еще снег, наверное, выпадет. Но тут вот такое. Блин, ребята, только что разогнался. А там яма впереди такая. Я по тормозам. Балалайку. Резина лысая. Меня несет. Обалдеть. Короче, не буду разгоняться. А то по привычке, как дал жару. Как летом. А дорога, смотрите, какая скользкая. Видите? Как зеркало. Вон общежитие, видите, заброшенное. Окна разбиты. Центр города. Главное, вот этот мост. У нас в гололед. Через этот мост главное переехать. Ну, тут нормально. Расчистили. Дорогу всю прочистили. На мосту как раз все нормально. Интересно, поезда в гололед ездят? Сейчас посмотрим. Где там наши рельсы. Вон тут асфальт даже, видите, как классно. На солнышке пригрело. Все растопило. Сейчас минус пять. Так, вон поезда, видите? Я тут в детстве любил приходить на вокзал. И мечтать куда-нибудь уехать. Ну, уезжал. Потом возвращался. На Мерсе, конечно, ему за окой ехать как-то стрёмно, да? Надо обогнать. У меня микроавтобус был в Митсубисе L300. Знаете, такой длинномер. Ну, длинненький такой он. Турбодизель 2.5. Так, едешь, блин. Он же здоровый. Никто тебя не обгоняет. Я медленно еду. Уже думаю, ну, обгоняйте уже сколько можно. Нифига. Так, смотрите. Вон дрова, видите, какие классные приметил. Надо за дровами сюда приехать. Итак, почти дома. Тут дорога нормальная, видите? Вот это самое тяжелое. Из гаража выехать. И мост вот этот проехать. То есть, если новый снегопад не выпадет, то будет все нормально. А вообще, конечно, если бы они чистили вовремя дороги, ну, и никаких проблем бы не было. Но, как вы убедились, целую неделю нам никто даже не собирался чистить. Вчера трактор, и то так пронесся в одну сторону, и все. Так, красный свет детвору пропускаем. Тут где-то Андрюха учится в школе. Я тут и преподавал в этой школе информатику. Рядом с домом, классно. Сейчас где-то Андрюха будет домой идти. И вот тут, смотрите, как интересно. Дорога какая узкая. Вот сейчас кто-то навстречу будет ехать, и все. И как ты разменешься? Вот туда в сугроб. Ну, вот только к людям вот сюда заехать, где они расчистили, и все. Больше никак. И вот этот кусочек, асфальт так и не положили. Тут дурдом. Ну, нельзя было вот эти 100 метров несчастных, а уже доложить. Какой-то мрак. Вот наша дорога только где начинается. И тоже сейчас едь и думай, будет тебе встречка идти? Или проскочишь, успеешь? И возле гаража надо будет как-то встать. Я же не могу заехать по такому наклону в гараж, а потом открывать ворота. Это мне надо посреди дороги оставлять машину, идти открывать ворота. Все будут ждать, стоять, пока я это сделаю, если кто-то будет ехать впереди или сзади. Так что вот такая вот байда. Знаки, видите, стоят. Один уже погнули у нас там. Сейчас вот следующий будет. Что за люди? Это же дети какие-то лазили. Взяли, залезли, погнули знак. Ну, ума совсем нет. Так, неудобно. Сейчас надо будет поворачивать, снимать. Вон, видите, знак у нас слева? Погнутый. Вот какая гадость это сделала. А? Видите? Вот что это за люди? Так, вот мы и приехали. Сейчас вот тут брошу машину и пойду открывать гараж. Вот, видите, как вчера расчистил. Вот так вот. Там что-то за скопище. Так, стиралку когда доделаете, а? Ребята, вот это заставили меня. Я купил, дурак, и валяется теперь в гараже. Ну вот, все нормально. Съездил, все хорошо. Вот такие вот дела. Где мои коты? Встречайте, коты. Вот вам рыба, мясо. Вы зажратые гады такие. Еще и перебирают, ребята. О, рыбка, рыбка. О, рыбка. Ой, класс, да, Барса? А Мася вообще ж рыбу не ест. Только Барсик. Хочется рыбы, да? Хочется. Ну сейчас, Барс, сейчас. Не, нормально, Мася. А постель кто будет заправлять? Ты почему постель не заправила, а? Бессовестная. Ребята, елки-палки. Я вот прилетел, помните, я вам рассказывал? Я же на самом деле с другой планеты. В 1966 году меня сюда забросили, чтобы изучить вас. Я вообще в шоке. Как вы живете здесь? У вас вообще мозги есть? Что это за дела? Смотрите. 20% вы отдаете в магазине ПДВ. Налог на добавленную стоимость. Что это за хрень? Как вы до такого дожили? Целый месяц вы пахали на дядю. Дядя с вас, с тетей, забрали половину вашей зарплаты. Мало того, что они вам не доплачивают, то, что вы должны зарабатывать. Плюс они забрали тогда уже налоги у вас. И вы, бляха, идете в магазин и еще раз платите вот это 20% от всего купленного. Ну вы что, вообще с ума посходили тут? Я в шоке, ребята. Ну что-то ж надо менять. Так нельзя же дальше жить. Блин, ребята, просмотрел все, что я наснимал. Я ж баловался с настройками в камере. И стабилизацию изображения отключил. Вы видели? Все вот это изображение прыгало. Так, ну вот включил вроде. Назад. Вот балда, наклацал. Барса. Наелся Барса. Тащится теперь. Вот кому хорошо живется. Но не завидую все равно котам. Мало живут. Так, ребята, победил же я вот эти лампы. Помните светодиоды? Научился как менять. Смотрите, поменял практически все. И смотрите, как красиво. Вот, в следующем видео постараюсь снять и научить вас, как я это делаю. Там много роликов, но, блин, все оно неприемлемо мне оказалось. Почему? Вот расскажу. Сейчас, если не лень будет, сниму видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!